Поддерживать отечественного производителя и покупать русскую технику. К этому призвали агрария в депутаты законодательного собрания на выездном заседании комитета по делам села, которое прошло в Назарво. По словам председателя комитета Валерия Сергеенко, в связи с девальвацией рубля, сегодня приобретать иностранные комбайны и тракторы становится очень дорого. Единственный выход – посмотреть на то, что производят в России. По сравнению с 1990-м годом машинный парк в сельском хозяйстве сократился в три раза. На балансе хозяйств региона сейчас находится около 9 тысяч тракторов, 4 тысяч зерноуборочных комбайнов, 688 корноуборочных машин. Ситуация меняется, но очень медленно. Так, по различным программам поддержки АПК, краевые фермеры за три года приобрели около полутора тысяч единиц техники. Но и этого мало. Нужна адекватная ценовая политика во всех составляющих работы. Я считал по своему хозяйству, если мы получим 30 центнеров урожая с гектара, то те энергоносители, которые мы сегодня покупаем, они будут не окупаться. Нам для того, чтобы закупить солярку по 33 рубля, удобрение по 14-15 рублей, а аммофос по 22 рубля, мы должны получить не менее 40 центнеров с гектара. Более остро, по словам депутатов, стоит вопрос с кадрами. Из сотен выпускников на село едят работать лишь десятки. Да и этих молодых специалистов нужно отправлять на переподготовку, чтобы они смогли работать на новейшем оборудовании. По словам депутатов, чтобы люди ехали жить и работать на село, необходима достойная зарплата, развитая инфраструктура. А значит, краевой власти и есть над чем работать. Нам надо переоценить и сделать шаг вперед. Через шаг, наверное, сделать вперед, для того, чтобы, все мы понимаем, что с обеспечением кадрами на селе очень сложно, поэтому нужно работать на более производительной технике. Ну и, естественно, находясь в кризисной ситуации, мы должны поддерживать своего товаропроизводителя, российского. Мы сейчас, хотим или не хотим, все равно будем переходить на отечественную технику, все равно будем развивать свое отечественное машиностроение. И вот такие предприятия, как базовые предприятия, они должны быть.